здравствуйте уважаемые зрители это микс 6 если вы первый раз смотрите эту тему то это фульгурит синтезированный а фульгурит природный это минерал который получается после удара мол песок гору землю и так далее и так микс 6 то же самое с реактором что и предыдущие серии остатки микса 5 были использованы потом добавлялись крупные куски от микса 5 также обычно смесь делается из из песка как бы ну размер песка крупные куски они в данном случае они могут приплавиться в процессе синтеза может быть и какие-то переплавится смотря какие крупные короче опять же добавилось железо тот же самый бушный гипс который уже связан с водой и магний видя гидрооксида и металлического немножко на счет металла надо конечно будет еще попробовать добавить побольше его потому что раньше получались интересные варианты сплавленного каменного фульгурита плюс кусок ну там был внимание по моему вот надо попробовать так ну что тут у нас нового получается это то что уже количество железо такое что некоторые участки они заметно хорошо примагничиваются не сильно но уже примагничиваются крайне мере с прошлом я не видел такого ну после начала добавления железа вот теперь концентрация железо такая что может образуется какие-то там ферриты наверное что-то в общем образуется так но я напомню опять для если вы первый раз смотрите то что все это я делаю для разработки этой технологии ну точнее я как бы просто ее тестирую на разных смесях можно конечно взять почище реактивы и сделать рубиновый фульгурит который есть плейлистах по ссылкам в описании который уже более перспективный материал плане того что в плане декоративно-конструкционных целей так как рубин имеет высокую твердость ну и про руки можно почитать данном случае это был фульгуритовый рубин ну там в общем посмотреть на эти образцы они светятся в ультрафиолете так же твердостью обладают так а вот эта серия миксов которые вот это шестой это идет переработка того что у меня было как бы в роли отходов то есть у меня был например гипс и и оксиды железа которые валялись как бы без золы и и другие разные компоненты ну все это изначально на основе песка идет потом туда я добавлял различные компоненты также недавно делались там в плейлистах из недавнего из недавнего если просортировать по времени добавления то там есть ферриты уже непосредственно железа нет там никого песка железо и и барий добавлялся свинец добавлялся ну в общем там если про ферриты интересно то там много там рассказываю по поводу этого и и применение так же этих ферритов и 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 Так же и твердость, обычно если это кварцевые на основе песка, то твердость примерно соответствует кварцу. Царапалось стекло многократно в прошлых роликах. Также там есть интересное направление с радиоактивными фульгуритами, но это уже не бытовое применение, не конструкционные материалы, но интересное направление, конечно, но в текущий момент это вряд ли куда-то можно его применить. В текущий момент вообще ничего не применить. Поэтому можно только тестировать что-то. Но если бы был нормальный момент, было бы финансирование, то можно было бы попробовать уделить время на рубиновые фульгуриты в виде конструкционных каких-то блоков, потому что у меня уже были наработки. и я себе представляю, что можно было бы делать какие-то прямоугольные, допустим, блоки, но они опять-таки фульгуритового плана, то есть пористые, из каких-то там различных текстур они могут быть. Тонкие, толстые, мелкие поры, крупные поры. Еще, кстати, сапфировые там же рядом можно было бы сделать. Ну, рубины – это корунт, общее название корунт, куда входят рубины сапфировые, они все на основе оксида алюминия. В рубине добавляется хрома, а в сапфире добавляется титан или железо. Ну, это один из вариантов, что можно было бы делать. Соответственно, если повышать мощность здесь же в этом направлении, то, возможно, эти блоки можно делать быстрее, крупнее и так далее. Из дешевых компонентов, ну, то есть вот этот вот рубиновый компонент, ну, я не помню, по 21-му году можно было где-то килограмм, допустим, за 100 рублей приобрести. Ну, это при условии, там, приобретения мешка, там, или какой-то партии. А из дешевых компонентов – это обычный песок кварцевый, и из него хорошо получается вот это вот черное обсидиановое стекло, вулканическое стекло. Ну, в принципе, вот это вот то, что здесь валяется, черное, оно похоже, но там есть как бы оно более стекловидного состояния. И здесь много кальция, я не знаю, как в обсидиане с кальцием. Ну, и явно кальций, скорее, я, конечно, не минералог, не знаю, какую он твердость придает, но кремний – это кварц, это по шкале Моуса семерка, а рубин – это девятка, ну, а алмаз – десятка. Что делает добавка кальция? Я не знаю. Ну, обычно те, которые стекловидные, твердые, они все царапают стекло. Бывают, конечно, там варианты мягкие. Ну, это там какие-то сложные составы, когда были у меня. Если просто брать обычный песок, добавлять в него ржавчину, обычный оксид железа. И этот обсидиан можно выплавлять. То есть компоненты дешевые. Обсидиан, привлекательный материал, распиаренный по полной программе. И если работать в этом направлении, то при наличии мощности. То есть у меня сейчас мощность какая? Мизерная. То есть мощность электрического чайника я могу брать из сети, там, 2 киловатта. А если увеличивать мощность, то можно увеличивать объем реактора и, значит, скорость производства. Тем более у меня сейчас скорость делится на 10, потому что оборудование перегревается и ему требуется перерыв для охлаждения. Несмотря на то, что она постоянно обдувается, я даже пробовал кондиционером обдувать. Все равно он настолько в перегрузе работает, блок питания, что ему нужен перерыв на 10 минут. И потом опять он 2 минуты синтеза делает. Короче говоря, все это очень медленно идет в таких форматах. А так, если поселиться возле электроподстанции, там, выделить киловатт 100, уже можно было бы увеличить реактор там. Ну и скорость, соответственно. оборудование, которое не перегревается, чтобы оно могло работать долго. И сразу там за час, допустим, выплавить гигантский кусок. Ну, это пока рассуждение. Ну, вообще, в среднем объем, какой у меня получается, что размер, допустим, объем 100 миллилитров, ну, 100 миллилитров, 100-200 миллилитров объем камня, если взять, то вот этот объем можно за 2 минуты синтезировать при моей мощности. Конечно, зависит от состава. Составы бывают вообще, которые в камень не сплавляются. Ну, из того, что я уже проработал, то есть такое возможно. такой объем. Ну и себестоимость на 2021 год. Затраты остальные, это электричество. Если брать песок, то где-то пол бакса на килограмм. Это лабораторная себестоимость у меня. А заводская, она скорее будет ниже. Обычно, когда массовое производство чего-то затевается, оно затевается. И все дешево там получается. По сравнению с каким-то опытным мелкосерийным производством. Но люди предпочитают заниматься, например, тратить электроэнергию на майнинг. Ну, вы, наверное, знаете, что такое майнинг. Это просто предел дебилизма текущего момента. Это казино в квадрате. Что можно было бы придумать круче, чем казино и биржа. Ну, биржа еще ладно. Ну, вот придумали майнинг. Сливают электроэнергию в никуда. Непонятно, чем занимаются. А можно было бы камни делать. Ха-ха-ха-ха. Превратить все пустыню в каменные пирамиды. У меня была такая идея поначалу. Разработать такой комбайн, который будет ехать по пустыне. И поверхность, допустим, глубиной в 10 сантиметров песка, он будет превращать ее в такой футберитовый камень. И, типа, это, короче, снизит всякие там погодные вот эти катастрофы, когда там песчаные бури летят. Вот это все. Но потом, вроде как, я узнал, что в Китае есть успешные проекты, как они там озеленяют, что это пустыня. Это, конечно, да, это хорошо. Ну, в любом случае, никого это не заинтересовало. Где я такая? Хорошего. Хорошего. Трcamp. Очень много много. Хорошего. Использовать кратч bitten. Хорошего. Ты не знал. Заходя. Хорошего. Стру, чтобы. Эти. Использовать. Использовать. Я думаю, что если иметь достаточную мощность, может быть мегаватт, то есть в миллион ватт, это я говорил 100 киловатт, хотя бы если так куда-то двигаться по-серьезному, то надо 100 киловатт, 100 тысяч ватт, а 1 миллион, возможно, мне кажется, этого хватит. Конечно, рано так рассуждать, но в принципе, мне кажется, что-то вот такие порядки мощностей, если иметь, то можно выплавлять сразу гигантский камень размером, я не знаю, с дом. Сразу выплавляется обсидиановый дом, и причём каждый раз он немного разный. И строится из них девятиэтажка из обсидиановых панелек. Короче, весело. А цена вопроса, цена вопроса, цена вопроса, кто его знает, какая цена вопроса? Там же что надо ещё пилить, внутри будет там выпиливать что-то. Да нет, конечно. В принципе, если сделать специальную форму, чтобы там сразу стены были, ну, специальный такой гигантский реактор, в принципе, я уже как-то по поводу блоков, я же уже пробовал, я делал блоки, когда они имели две параллельные стороны. И это без проблем. Просто из-за того, что там технологически сложнее это делать, чем... Ну, в общем, я не стал заморачиваться пока. Упростил, как бы, реактор для того, чтобы больше не тратить время на конструкционные моменты реактора. Короче, неважно. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за внимание!